стриптиз будет 32 версии влога подписывайтесь на канал пока что так легкий номер все выключаем камеру да мы сидим в аэропорту тут намечается мини свадьба и мы со стороны жениха если что в казахстане уже опубликовали на обложке журнал управления персоналом умудряюсь писать статьи между бурным графиком прямо сейчас мы находимся в аэропорту борисполь и очередной раз вылетаем в казахстан потому что казахстанские бизнесмены нас точно также ждут и мы также несем пользу помогаем собственникам компании становиться более эффективными я буду проводить несколько практикум в казахстане мой властелин это мой календарь значит вот проводим с 10 марта практикум финансы в алматы после этого сразу вылетаем в астану в астане у нас встреча с собственниками бизнеса которые участвуют в пакете премиум на программе собственных бизнес это те с которыми провожу углубленную личную работу также проводим встречу партнеров по ключевым показателям бизнеса встречу партнерская встреча это встреча с клубом партнеров и в воскресенье практикум эффективный интернет маркетинг также в астане вот ну и проводим время с командой проводим время с нашими ребятами за которыми очень соскучился ребята если вы смотрите это видео то знаете я за вами всегда скучаю киевский офис точно также за вами тоже скучаю когда когда мы в поездках поэтому полный вперед мы отправляемся в казахстан вот газета капитал кстати отличный еженедельник недавно я здесь публиковал свою статью пять книг об известных бизнесменах и компаниях посмотрим что за пять книг сэм болтон сделано в америке отличная книга в рекомендую ричард брэнсон теряя невидность google прорыв духе времени 99 секретов успеха проктор энд гэмбл и бодринг из овер билл гейтс 10 секретов бизнесменов на самом деле очень круто читать биографии бизнесменов потому что очень во первых мотивирующая литература во вторых всегда опыт того кто уже прошел определенный путь он круто круто помогает выстраивать свою стратегию по жизни потому что когда мы читаем кита там не за просто практические книги с спасибо спасибо большое конфетка потому что когда вы читаете обычно скуто сухую бизнес литературу там по методологиями она важна но в ней нету души в ней нету не в ней не передает вся история человека который страдал преодолевал сложности потому что а любой ведь любой бизнес это грабельное поле и в учебниках про грабельное поле не напишут а в таких реальных жизнеописаниях и автобиографиях напишут поэтому сэм болтон шикарная книга сделана в америке как я создал волмар мне когда-то евгений черняк порекомендовал ее и я очень благодарен за это вот очень крутой очень крутой такой бестселлер вот так вот мы летим дальше нас кормят конфетами так девочки поздравляю вас всех я хочу иметь крутую команду крутую не только профессионально я хочу иметь команду которая крутая по личностным качествам заряженная горит горит идеей компании в каждой включена просто поручить руководителям подразделения сказать ребята построить эту команду нереально потому что они не умеют ее строить он может быть хорошим производственным он может быть хорошим логистом может хорошим финансистом но строить команду организовывать людей правильных выбирать они больших случаях не умеют и мне нужно кому-то это делегировать и делегирует моим внутренним подрядчиком по решению этой задачи является чар подразделения буквально там на днях собеседовала чар дженералиста из Ватсона и он рассказывал как построено подразделение есть HR директор компании у него есть набор чар дженералиста это чар шеверного профиля который фактически может решать вопросы и подбора и годного обучения адаптации развития там мотивации там большое количество задач и за каждым под чар директор работают ряда чар дженералиста за каждым чар дженералиста закреплены определенные подразделения Например, логистика, производство, финансовый отдел. Внутри люди. И вот фактически HR-женералист – это такой внешний подразделник, технолог. На производстве есть технолог, работает производство, есть руководитель производства, который объемы, срок, чтобы все сделать. А есть технолог, который следит за механизмами, чтобы все было работано, все оборудование стояло на месте, правильно эксплуатировалось и так далее. Так вот технолог команды – это HR-подразделение. Поэтому это большая, очень важная роль. Поэтому здесь, ну, у вас сейчас как с этим делается с HR-подразделением? У нас HR точно так же, как и типа тайм-падаж. Его не было, но мы сейчас будем его вводить. Ну, вот я вам скажу, смотрите, если к этому подойдите, особенно на вашем масштабе, вам нужен очень сильный, зубастый HR-директор. Если заходит HR, он начинает генерировать инициативы. Например, давайте проведем какой-нибудь опрос по команде, а давайте мы там, не знаю, проведем аттестацию сотрудников и так далее. И она затрагивает, то есть он фактически, вы кидаете, знаете, как камень в воду, и когда у вас команда большая, большой булыжник, у которого большие круги идут. То есть, соответственно, каждое действие должно быть точно выверено. Например, вы говорите 700, если мне приходит команда, там, с 50 человек, 60 человек, я спрашиваю, HR есть? Я говорю, это HR нету. Это уже проблема. Потому что я понимаю, что команда формируется бесконтрольно. То есть, как бы собственник, как бы собственник там флагом не махал, не говорил там, я хочу сильную команду. Ну, кому-то, руководителям, да. Ребята там, давайте сильным. Тебе говорят, хорошо, идут и каждый делает, как умеет. И никто, собственно, собственник еле успевает, еле успевает проконтронировать какие-то финансовые вопросы, маркетинг и так далее, еще командой, еще заниматься. А тут же надо в каждого сотрудника вникать. То есть, фактически, управление командой, это что такое? Это по каждому, я должен быть уверен, что каждый сотрудник компании, это подходящий сотрудник, правильный, подходящий личностно, правильно обученный, находящий на своем месте, соответствующий профессионально. Кто мне, руководитель спрашивает, у тебя все на своем месте? Да, у меня все на своем месте. А кто у меня, кто у меня со стороны об этом скажет? Вот фактически HR подразделение об этом и говорит. Идем, пошли, пошли, идем. Я покажу, как это происходит. Место приоткроет занавес. Все, пока, пока. Здесь мы вращаемся. До свидания. Ну что, друзья, мы в разгаре практикума по управлению финансами. Уже прошло три четверти практикума. Сейчас будем говорить о, продолжать говорить о ключевых показателях эффективности бизнеса, о управлении оборотными средствами компаний. Вот, все прекрасно. В принципе, скажу так, задайте, если вы собственник бизнеса, задайте себе вопрос, как у вас обстоят дела с управленческим учетом, что у вас с балансом, пендель, кэшфлой, есть ли у вас эти три отчета именно в управленческом разрезе, считаете ли вы показатели эффективности, знаете ли вы прибыльность собственного капитала, знаете ли вы показатели ликвидности, текущая ликвидность, быстрая ликвидность, абсолютная ликвидность, коэффициент самофинансирования, так еще и показатели. То есть, практически, анализируете ли вы эти вещи, насколько регулярно идет управление вашими финансами. Плюс финансовое будущее вашей компании, это, в первую очередь, составление финансовой модели. У бизнеса обязательно должна быть финансовая модель, очень важно, чтобы бизнес был смоделирован как минимум на год вперед. То есть, три ключевых отчета, баланс, пендель, кэшфлой, должны быть смоделированы на год вперед. Очень важно, об этом, собственно, сейчас и говорим. Всем удачи, мы продолжаем. Привет! Следить за тем, кого я подбираю в компанию, правильно организовать орг структуру, правильно прописать у себя бизнес-процессы, мотивировать людей, развивать людей и так далее, ставить цели, достигать цели. Если статистики нет, то мы фактически тогда вынуждены опираться только на свои идеи, на наши предположения, что мы можем делать. Соответственно, если это только гипотеза предположения, соответственно, это будет намного больше погрешно. Прибыль-прибыль-прибыль – убыток. Из-за того, чтобы из-за предыдущего, большой периода начали себе налог на прибыль. Ну, вот мы закончили практику управления финансами для собственников бизнеса. У нас буквально несколько часов, и мы отправляемся в Астану, где послезавтра проводим практику по эффективному интернет-маркету. Добрый вечер, можно? Я уже заговорилась. Скажите, пожалуйста, у нас сейчас стоит вопрос. У меня сейчас супервайзер, который я хочу сделать директором. Ну, если есть доверие к нему, если он структурированно мыслит, четкий, то есть нормально работают с людьми, хороший эмоциональный интеллект, хорошо чувствуют людей. Только что проводил практику по управленческому учету, и вот в очередной раз заметил, насколько у большинства собственников компаний в голове существует каша на уровне понимания каких-то базовых терминов, в частности, в управлении финансами. Например, люди путают чистую прибыль и чистый денежный поток. Это абсолютно разные вещи. То есть фактически многие собственники считают, что, во-первых, одна из ошибок заключается в том, что они считают, что чистая прибыль – это те деньги, которые я достаю из компании как собственник. А это уже само по себе заблуждение, поскольку чистая прибыль – это не деньги собственника, это увеличение собственного капитала бизнеса. И очень важно собственнику рассчитывать значение собственного капитала и в каких-то прирост собственного капитала – это и есть прибыль. То есть, когда мы говорим прибыло-убыло, чего прибыло, чего убыло, прибыло или убыло собственного капитала, вовсе не денег, а как раз прирост или уменьшение денег, именно остатка денежных средств компании, это называется чистый денежный поток. И его также очень важно рассчитывать, потому что фактически чистый денежный поток – это просто ликвидность компании, компания должна быть ликвидной. Но чистый денежный поток, его важнее считать не по факту, а намного важнее делать прогноз движения денежных средств, где мы можем видеть чистый денежный поток. Так вот, собственники путают чистую прибыль, чистый денежный поток, то есть они считают, что это фактически и есть прибыль, деньги, которые все поступления минус все выплаты – это и есть чистая прибыль. Это неправильно. Поэтому очень важно, занимаясь бизнесом, внедрить три ключевых управленческих финансовых отчета. Это баланс, это отчета прибыльных и убытках и отчета движения денежных средств. Это три главных отчета, на которых строится управление финансами. И мы их должны составлять как по факту, то есть считать факт, так и делать прогноз на будущее. При этом эти отчеты не связаны с бухгалтерскими отчетами, потому что бухгалтерия – это просто отчетность в ЖЭК. Государственные органы – это своего рода ЖЭК, такой эквивалент ЖЭКа, который дает вам шаблоны для заполнения платежек, удобные ему, вы их заполняете и по ним отчитываясь. А вам нужна отдельная управленческая отчетность, автоматизированная, в 1С. И это абсолютно реально построить. И однажды ее построив, вы просто по-другому не сможете жить иначе. То есть фактически у вас весь бизнес будет как на ладони. И в будущем, даже если вы будете открывать ларек с пивом во дворе, вы все равно будете делать управленческую отчетность, полноценную управленческую отчетность. Вот так вот. Так что в очередной раз в этом убедились, практикум управления финансами для собственников бизнеса закончили. А у нас здесь есть такие, видите, морские ежи. Мы находимся, кстати, в турецком ресторане. Кстати, гостиница «Интерконтиненталь», спасибо ей большое, подарила мне подарочный сертификат на ужин на двоих. Но мы сегодня просто так, слегка по ежу морскому, точнее по турецкому ежу, на ужин мы придем сюда отдельно. Нам же нужно покушать нормально, как полноценные люди, раз уже сертификат подарочный подарили. Вот видите, гостиница «Интерконтиненталь». Dear Guest for two packs. Один пакс, второй пакс. Романтическая гостиница. Это состояние аффекта после практикума по финансам. Видите, когда целый день говорите про оборачиваемость капитала, про активы, оборотные активы, пассивы. Ну просто, представляете, что происходит в мозгу или в мозге? Саша Васильевна говорит, ответь на вопрос. В мозгу или в мозге, правильно? В мозгах. Я нашел ответ на вопрос. Нет, мы не будем снимать за рептилист. Ваше здоровье. Мы готовимся лететь в Астану. Там мороз. Ну да. Бунакло, в принципе, по своей сути, на самом деле, не очень вкусная вода. Но за счет того, что производит ее компания Coca-Cola, в которой заинтересованы все бары, фактически Coca-Cola хвостом поставляет Бунакло. На самом деле, многие бары и рестораны вынуждены просто брать Бунакло, потому что иначе не видать им Coca-Cola. Вот так вот. Называется upsell. Поэтому, знаете, в каждом бизнесе очень важно, чтобы вы, когда продаете свой основной продукт, вы всегда смотрели, на чем вы можете заработать параллельно. То есть всегда есть какие-то смежные продукты, которые вы можете допродавать своим клиентам. И часто компании этим не пользуются, потому что они просто в какой-то момент времени слишком зацикливаются на продаже основного продукта и забывают о том, что у них есть очень ценный актив. Актив – это уже доступ к своим клиентам. Вы знаете, если бы, например, компания, любая компания, Бунакло, например, хотела бы продавать свою воду с нуля просто как отдельный бренд, отдельная компания, то им бы пришлось очень много времени потратить на то, чтобы войти в контакт с целевой аудиторией. То есть тратить большие бюджеты на рекламу, строить сеть торговых представителей, которые будут ездить, где-то будут предлагать, распространять. Но за счет того, что она идет паровозом Coca-Cola, в принципе, проблем нет. То есть доступ уже к целевой аудитории есть. И когда вы работаете с вашей целевой аудиторией, у вас уже есть доступ к своим клиентам. Вот поэтому просто подумайте, где вы можете делать upsell своим клиентам, что вы можете им предложить. О, какие люди! Ёхки-палки! Привет! Привет, привет, рады видеть! Да, ты нас слышишь? Так, друзья, мы начинаем встречу партнеров-бизнес-конструкторов. Прямо сейчас у нас вы находите в гостинице Marriott в Астане. Ну что, друзья, добрый день! Я рад приветствовать всех на очередной нашей встрече партнеров. Существует два правила, на основании которых происходит построение эффективного бизнеса. И первое правило в числящем образом. Хочешь обеспечить качество результата, обеспечить качество процесса. Знаете, вот как я часто говорю, что Стив Джобс сказал замечательную фразу, нанимайте людей вне вас, но где эти люди, которые могут прийти и сразу закрыть функциональный зон? Проблема заключается в том, что культура ведения бизнеса находится на низком уровне, и рассчитывать на то, что человек придет и уже будет владеть компетенциями, как построить тот или иной функциональный блок в компании, на это не приходится. Если я знаю, например, что у меня один звонок менеджера по продажам, в среднем мне приносит 10 долларов при выстроенной логике по отделу продаж, я начинаю управлять интенсивно. Каким образом вожу нормативы? Я думал, что-то сказать. Вася, я не готов. Попьем пакет программы собственных бизнеса. Попьем кофе? Да, сейчас попьем кофе, пообедаем. Видишь, немножко батареечка садится, но сейчас мы ее восстановим, просто проголодался. Вот, ставьте лайк. Ценный вариант. Он, соответственно, будет, у вас будет идти приток постоянных людей, вы их будете дергать. Не ждать, пока они сами вас найдут, они будут к вам приходить сами. И вот так вот нужно их крутить. Спасибо большое, очень информативно. Да, тут можно достраивать такие конструкции. Спасибо большое, благодарю вас. Спасибо большое, спасибо. Мы закончили первую половину практикума по эффективному интернет-маркетингу. Мы находимся, напоминаю, в Астане, в гостинице Мэриот, отличная гостиница. Сейчас обеденный перерыв, ну и будем дальше двигаться. На самом деле, очень так интересно, живо проходит практикум. Разбирали различные стратегии, как работать с отказным трафиком, как привлекать клиентов, которые ушли с вашего сайта, каким образом вы можете захватывать их контакты, подогревать этих клиентов. Ну, в том числе, там, немножко поразобрались, как настраивать рекламные кабинеты в разных инструментах по привлечению трафика, в том же Google, в том же Facebook. Поэтому так все достаточно продуктивно. Вот, а мы сейчас будем продолжать. Соответственно, Google посчитал 1100, и он мне в строке аналитики, он мне скажет. Вот везде есть, это Play составляющая, потому что дистрибуция работает так, чтобы стояли везде холодильники с Coca-Cola. То же самое здесь. Где вы не просто учитесь, а вместе с нами три месяца внедряете инструменты. В самом Facebook есть такой инструмент, называется Lookalike Аудитория. Мы стали с вами встретиться, наконец-то это с голосом. Вы можете, например, описать портрет вашей целевой аудитории, то есть прописать. Понимаете, это разница между искусством и ремеслом. То есть практикующий топ-менеджер чаще всего про искусство. То есть это человек, который имеет свою модель управления, который выработал свой стиль. Он способен достигать результата, но во многих случаях достижение результата это не самодостаточный механизм, а это модель управления, которая работает в сочетании с личностью этого топ-менеджера. Потому что, сколько я видел разных топ-менеджеров, стили, подходы абсолютно разные. Как бы академическая база у всех плюс-минус одна и та же, а уже как бы кто какую философию, кто условно кто-то там уходит в более демократичный менеджмент, в более какие-то там гибкие методы управления, кто-то уходит в более жесткий менеджмент, жесткие системы. И поэтому здесь наша задача, наша задача концентрировать и формировать методологию. То есть грубо говоря, фактически, потому что иначе мы будем таким собирателем разношерстных методологий. Потому что сколько существует управленцев, сколько существует консультантов, столько существует и подходов. И сказать, что какой-то из них правильный или неправильный, ну, это однозначно нельзя. То есть каждый из них имеет свои плюсы, минусы. То есть даже наши подходы, они имеют плюсы, минусы. То есть мы там не претендуем на какую-то универсальность. Но наша задача выкристаллизовать методологию, которая потом, ну, которая фактически оседает внутри компании. И мы таким образом, каждый новый проект, это новая ступенька в развитии. Ну, как бы общая логика деятельности такая. То есть, грубо говоря, образно говоря, если мы там возьмем для примера, я не говорю, там нас не сравниваю, но просто как аналогия, возьмем методологию Adizas. То есть вот у Adizas есть его методология, и вот у нее есть там первый источник и есть ее трансляция. Методология выработана на большом количестве консалтинговых проектов, реализованных компанией Adizas. И каждый новый проект, он наслаивал какой-то новый слой, они ее оттачивали, эту методологию. И сейчас они от центрального звена транслируют эту методологию дальше. Sales executive, руководитель продаж. А передать, привет. Де, привет. А это ножки? Это не ножки, это широкий стол. Я просто нервный псих. Подтянуть сотрудника, когда ему не хватает тех или иных компетенций, но в итоге, чтобы капитализировался опыт команды внутри. На прошлой неделе мы полностью обновили новые трудовые договора по новому трудовому кодексу со всеми сотрудниками. Работай, да? Дим, давай работай. Что это? Видишь, я работаю. А ты что делаешь? Сидишь, смотришь на меня. Дима, прекрати. Я так не могу работать. Все, я пошел. Все, я пошел.